всем привет продолжаем нашу познавательную рубрику рубрику подсказки для новичков и так значит плиту я короб и следующее чтобы я хотела дать небольшие такие советы ну вот это в основном новичкам сейчас касается я думаю что есть старички что-нибудь себе полезное возьмут и так значит я проплела нужное количество мне рядов теперь мне нужно про плести веревочку из трех вот у меня две рабочие мои трубочки 2 есть мне нужно еще третье даже если я буду плести веревочкой из 4 там из 5 все трубочки я подставляю спереди так мне легче прятать хвостики я сейчас все это наглядно покажу значит вот подставляю вот так вот сюда вот у меня хвостик торчит чуть-чуть немного но примерно миллиметров наверно с 5 он у меня торчит и мы начинаем проплетать веревочку из трех перед двумя за третью здесь не нужно нарастить и плетем за третью перед двумя за третью и трубочка забрасывается наперед и так значит давайте просматриваем веревочку из трех если посмотреть вот они идут одна над другой то есть практически не выступает но одна верхняя трубочка идет садиться над на нижнюю трубочку то есть они как бы идут параллельно теперь мы подходим к нашему углу если вы помните трубочка наша рабочая сразу должна стать к следующей стойке вот так должно угол быть вот видите 1 верхняя на нижней лежит верхняя на нижней лежит то есть не должно быть вот такого там каких-то загибов изгибов заломов вот вот так и эта трубочка сразу должна вот эта трубочка должна сразу лично свое место вот эта трубочка и так давайте еще раз вернусь а то это вам наверно не очень понятно значит мы берем как мы плетем берем крайнюю левую перед двумя за третью закидываем правильно вот мы закинули теперь следующую крайняя левая перед двумя за третью закидываем но нам нужно сделать красивый угол у нас на углу должно быть точно так же как и здесь одна поверх другой вот у нас идет следующая трубочка перед двумя за третью вот так вот вот такой вот у нас угол как точно такой же как и вот здесь и теперь мы плетем дальше сейчас мы нарастим значит по поводу наращивания был прямой эфир был такой вопрос не получается почему не получается вас по причине того наращивание 1 не ходит трубочку в другую по причине того что у вас вот начало скручивания трубочки отличается от скрутки то есть сама скрутка у вас толще чем начало и поэтому когда вы наращиваете одну трубочку в другую сейчас я покажу сейчас мне нужно нарастить срез я делаю на себя кто-то делает вот вниз срез мне так легче наращивать поэтому делаю на себя сейчас мы капнем клея немножко вот прям вкручиваю вот вот он стык вот и плетем с вами дальше так подошли к углу и так напоминаю перед двумя за третью но наверх всех трубочек вот перед двумя за третью вот так это трубочка которую мы только что завели сразу же должна прилегать к соседней стойке перед двумя за третью вот наш уголок и так мы плетем дальше я сейчас дойду до начала ряда и покажу как буду закрывать и так подошла я к началу нашего ряда значит дальше мне по узору нужно будет плести веревочек веревочкой из 2 2 рядочка и мне нужно будет поменять стойки короткие но нужно избавиться и от одной трубочки то есть нужно закрыть ряд как закрывается по сути веревочка из 3 она как перед двумя за третью то есть мы я когда когда плели мы брали крайнюю левую перед и считали перед двума за третью но при закрытии ряда мы вот сейчас подходим к началу вот у меня начало первая стойка из-за которой выходит трубочка и как мы будем закрывать значит мы берем крайнюю правую перед двумя за третью крайняя правая перед двумя за третью и перед двумя за третью вот так закрывается ряд так закрывается сама веревочка из 3 то есть чтобы вы понимали у меня одна из трех трубочек лишняя я буду убирать ту там где у меня хвостик то есть я вот если посмотреть вот у меня хвостик торчит воду то есть я буду убирать вот эту трубочку но чтобы не вот этот вот хвостик изнутри спрятать я чуть-чуть вернусь назад и как я поступаю чуть-чуть вот здесь вот приплюсну завожу назад подхватываю вот этот хвостик и трубочкой накрываю вот так а вот эту здесь я обрезаю вот так вот и спрячу вот впереди вот этой трубочки вот так здесь чуть-чуть подтянул то есть изнутри у меня вот этот хвостик вот он вот у меня он спрятан и теперь берем вот эту трубочку перед двумя за третью перед двумя третью все ряд состыковался хвостик мы спрятали и оставили две трубочки но не рабочие которые мне нужны дальше плести веревочку из двух но прежде чем мне плести веревочку из двух мне нужно поменять стойки а как бы мне вот этого куска он не нужен мне нужно сразу поменять стоечки на длинные то есть уже я этими же трубочками которыми еще заменил эти стойки я ими буду делать загибку так как я плела уже не один короб я знаю что мне этого будет достаточно точно на этом этапе я буду менять стойки как я буду поступать здесь то есть у себя здесь я вижу два варианта то есть в данном случае до первый вариант значит я беру самую короткую трубочку отрезаю и просто наращиваю стандартным методом да так какие рабочие трубочки мы делаем вот так все и дальше я буду плести то есть вот эта вот трубочка которую я нарастил у меня длинная да она у меня пойдет на загибку здесь мне еще столько нужно про плести приблизительно если точнее даже несколько вот и мне остального куска хватит на плетение веревочек загибки а есть еще вариант какой значит можно поступить таким способом я нахожу вот между рядами свою короткую трубочку вот она у меня идет я ее между рядочками просто подрежу вот так вот напополам перерезаю вот раз я не просто вынимаю все пусто то есть там ничего нет вот закончился пенечек сейчас попробую так увеличить если у вас получишь мне получится ой вот вот там вот вот пенек и на место него я сейчас поставлю трубочку вот сюда все можно на клей можно как вам удобно и дальше я уже просто буду плести так как мне нужно то есть она же веревочка из 2 здесь я подрезаю то есть мне удобно таким способом обычным стандартным наращиванием делать ну смотря опять же таки как у кому как удобно иногда у меня так иногда так еще одна копаю клей полимерный он хорошо скользит и прям вот вкручиваю трубочки вот так вот и наш стык он вот здесь то есть при про плетя еще вот столько вот только сколько мне нужно нужно дополнительно зафиксируется еще сама трубочка теперь угол значит как мне как я на углу наращиваю да для начала я срезаю свои свой свой вот этот вот вот этот вот он не нужен скотч не скучал как мама могу малярный да вот убираю так и значит наращивать я буду вот самую самую угловую вот она вот острию вот две трубы боковые а вот острию то есть его я ее я и срезаю здесь в принципе можно сделать вот так тоже подрезать угол хоп это быстрее и проще но опять же таки тоже вы смотрите мы же дополнительно еще забираем вот этого часть до на то чтобы опустить трубочку то есть хватит ли вам длины потом на загибку самой оставшиеся трубы вот так все и дальше я плету нужное количество мне рядов тогда когда я подойду уже к самой загибки покажу веревочку из трех как я закрываю это же с небольшими подсказками и так подошла я к началу ряда я уже все плетение заканчиваю дальше у меня будет загибка розга вот у меня первая стойка вот последняя и вот вторая то есть последняя первая вторая и закрывается ряд как крайняя правая сюда и вот сюда то есть и по сути дальше мы либо плетем по кругу дальше веревочка из двух либо останавливаемся так как я покажу варианты как закрыть такой ряд значит на что многие кстати тоже мне пишут что не знают а как определить где начало где конец вот смотрите вот видно же видите как две трубочки вот они вот торчат вот как бы здесь вот как будто не хватает что-то вот если мы вот так вот проплетем да вот 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 как будто спрятан вот-вот видите как завершенная уже вот завершенная вот если присмотреться видно вот кусочек огрызок от второй трубочки и вот это первая стойка вот вторая стойки так поехали дальше по кругу изнутри значит вот то здесь как бы не хватает чуть-чуть и изнутри если посмотреть у 2 стойки вот вот как бы тоже вот здесь вот так не хватает трубочки чтобы она легла обняла вот эти две стойки вот так я определяю где начало где конец когда закрываю полностью ряды и так поехали значит покажу вам варианты закрытия значит как я поступаю вот эта трубочка не давайте не так так проще будет значит крайняя левая перегибаю вот так обрезаю так и вот рядом слева вот сюда вставляю трубочку вот так теперь эта трубочка становится вот сюда все покажу вот так все и ряд полностью состыковался вот вот он рядочек вот 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 эти вот кончики вот спрятаны 1 сюда то есть не видно где начало где конец но мне не нравится одно одно но с обратной стороны рядом попробую вам показать если здесь будет хорошо видно с обратной стороны рядом не знаю сделать вот если вот присмотреться вот видите видите как видно вот видите там где мы вставляли с обратной стороны вот это вот части трубочек вот здесь и здесь она изнутри будет видом поэтому я буду поступку я буду закрывать чуть-чуть по-другому чуть чуть дальше я буду закрывать не с левой стороны от трубочки а с правой стороны сейчас это все покажу и так давайте я вернусь назад что при вас все это было я вернусь назад и наращу свои трубочки вот так вот так вот так вот тут конечно поприклеивались но это уже не смертельность так продолжаем так не 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 сюда вот значит подошли мы к началу вот и как я поступаю значит сразу скажу что мы вот когда первый раз я первый вариант показывала я вам показывала я вот сразу с лицевой стороны с этой стороны загнула и завела вовнутрь трубочку здесь я буду также заводить но только с изнанки вот сюда я хочу спрятать вовнутрь варианта 2 опять же таки можно либо рядышком будут ставить видите вот либо на место вот этой вот кусочка то есть как как мы наращивали подрежу вот здесь вот трубочку вот здесь вот я отрежу вот эту трубочку кусочек и вставлю давайте я вам покажу на одной части один вариант на другой 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 вот как я поступаю значит я подрежу сейчас вот один кусочек трубочки вот короткий вот здесь вытащу этот кусочек так вот этот хвостик который уже отрезан он по сути не нужен так вынула и теперь что я делаю крайняя левая это первая стойка значит я на ее место там где мне был кусочек отмеряю вот так вот здесь я вот так подрежу заведу назад за все за стойку вот так вот вот и точно так же сделаю с этой то есть можно вот твой не видно раз минутку вот воткнула и теперь эту часть можно точно так же здесь подрезать и вставить сюда либо можно рядышком вот с этой стороны вот так мы сделаем то есть вы выбираете какой вариант вам удобно вот так вот я вставляю и все и с обратной стороны когда могу плести розгу вот этих вот вот эти вот нашей закрытия наши его видно не будет потому что розга спрячет вот так вот такая вот у нас получилось итак поехали теперь по поводу розги начинаю закрывать и так значит скажу я сразу дорогие мои новички я вас очень прошу если вам советую ставьте дополнительные трубочки ставьте иначе по-другому вы не запомните куда и как закрывать ряд это я говорю уже как человек который также путал как закрыть и что не получается это там торчит то там торчит не надо смотреть на супер мега мастеров которые закрывают это все плетут эту розгу без вспомогательных трубочек научитесь и дальше делайте со вспомогательными трубочками они очень вам помогут и неважно станете вы там мастера с пятилетним стажем либо будете плести все буду всего год пользуйтесь этим ведь недаром вот резервные трубочки которые мы будем сейчас ставить и то что я покажу недаром они придуманы они вам облегчают закрытие они вам облегчают опять же таки резерв они резервируют место где должна лечь трубочка при закрытии вот на место этих резервных трубочек которые сейчас покажу должна будет ложиться и другая то есть возьмите себе за внимание возьмите пользуйтесь резервными трубочками и так в любом месте я беру со стороны у меня вот лицевая сторона вот боковая значит и так моя трубочка который даже я возьму с этой стороны будут плести потому что у меня здесь сторона съемная что потом легче было все это дело закрыть и так значит пост как поступаем первая моя трубочка резерв ставлю вот так вот упала вот так дальше укладываю вот так то есть вот легла трубочка видите вот как она ложится вот сюда будет заходить трубочка при закрытии резерв это значит мы резервируем место для закрытия для закрытия самой загибки дальше сзади вот сюда вот так вот резервная трубочка становится между стойкой и трубочка которую мы загнули дальше следующее вот так следующее третья последняя вот так все а теперь смотрите видите вот как почему я говорю ставьте резервные трубочки потому что как в том когда вы мне в личку пишите у меня что-то некрасиво получилось я понимаю что вы этого не делали вот посмотрите вот легла трубочка вот сюда в дальнейшем будет проходить при закрытии при закрытии загибки будет проходить трубочка вот как лежит резервная не я не ставлю вот так как есть доставят мастера я ставлю именно вот так почему потому что вот эта часть резервной трубочки она резервирует место вот мы начинаем плести в конце при закрытии я все покажу и так значит берем крайнюю левую заводим за стойку вот так завели за соседи за самую пустую то здесь ничего нет вот за нее завели и сразу же опускаю стойку крайнюю также лево уложила есть теперь вот самую первую самую коробку какая есть вот она я не буду подрезать вот так приблизительно миллиметров давайте я вам скажу вот кончик у меня закончился один сантиметр вот видите сейчас вот можете и 5 миллиметров оставить и у меня вот срез вот он вот он прям идет вровень даже чуть чуть дальше вот сплетение следующее крайняя левая заводится и опускаю вот так точно также подрезаем вот так дальше угол завожу и опускаю если вы видите я нигде ничего я не делаю вот такого вот манипуляции намечаю где должна типа согнуться тогда завела и потом это нет я ничего нигде не заламываю загибку я не заламу я не трогаю трубочки только при плетении там каких-то там веревочки из трех или еще что-то да я там ставлю но сверху я ничего не ставлю потому что вот это все лицо видно вот здесь все будет видно все вот ваши загибы заломы все ну видно поэтому тут вот стараться чтобы не было вот этих вот заломчиков и и таких вот загибов так угол значит что мы делаем с углом вот эту трубочку которую мы завели вот она короткая я ее обрезаю вровень вот так вот и вот эту трубочку которая длинная я и сразу же веду вот сюда то есть все сразу должно лечь по своим местам дальше завожу видите я ничего не изгибаю вот здесь завела и эту же сразу опустила вот вот теперь посмотрите значит наша розга вот если сбоку посмотреть она напоминает веревочку из трех помните я говорила что одна верхняя ложится трубочка на нижнюю также и с углом должно быть все должно лечь на свое место вот он угол вот так сейчас покажу надо настроить это все вот вот угол загибки вот в ровень идет и здесь провинь идет ты все должно быть четко и одинаково дальше подрезаю короткую и следующую завожу вот так и опускаю вот так подрезаем подрезаем крайняя левая здесь я видите пальчиком приталкиваю ну подталкиваю вот эту вот трубочку ну как бы вовнутрь завожу вот опускаю вот пальчиком поправляю чтобы было как можно меньше вот этих вот морщинок и залом есть и так дальше крайняя левая заводится я не прям сильно жму да ну как бы немножко направляю пальчиком завожу и так до начала ряда сейчас про плиту и включусь отхожу к началу почти начало вот наша тут я уже форму вынула потому что она будет мешать так теперь значит вот мы подошли к началу нашего ряда вот наши все резервы стоят значит первая наша резервная вот она вот она вот так вот лежала мы ее вынимаем и как обычно левую крайнюю заводим вот на ее место и рядышком должна лечь вот это все вот так подрезаем короткий все теперь вот у нас осталось три рабочие трубочки и нам нужно поместить на вот места вот эти вот резервных трубочек начинаем с крайней левой так итак давайте смотреть как у нас идет значит вот у нас идет трубочка вот она вот если посмотреть вот тут должна лечь она да вот зайти за трубочку вот эту и выйти вот здесь вот она вот вот так мы и должны сейчас вставить крайнюю левую вот сразу же ее обрезаем теперь как я почему и говорила что нужно обращать внимание на вот эти вот резервы теперь смотрите как легла вот эта трубочка она так хорошо четко показывает смотрите хоп видите пусто как бы не хватает здесь что-то вот вот эта трубочка в она и и задержала на место так точно так же и это вот раз здесь вы должна лечь трубочка вот как вот здесь то есть раз два три у нас раз и ничего на место нее вставляем следующее вот так вот вот вон она проходит мы ее вот так подрежем вот видите следующее вынимаем и вот здесь вы должна лечь трубочка последняя наша наш резерв вот вот видите все идет вровень и мы там вот подрежем все вот так вот все спрятаны теперь покажу вам пиптики те которые мы с вами хвостики прятали вот они изнутри видите вот один вот второй а если бы мы поставили бы здесь трубочку сюда завели как я показывала первый вариант да вот то вот эту стойку бы было видно кусок такой было некрасиво поэтому я всегда советую пользуюсь за вторым вариантом все вот такой вот вот такие небольшие подсказки мелочи но они помогают вот так все будут вопросы пишите на все с удовольствием отвечу пока пока